Постоянная импровизация, что-то переделки какие-то, я могу увидеть так, а закончится по-другому в итоге. Ну вот оно даже разгоралось, все равно стремление я видел, какое было. Соответственно, сюда уголок вкладывается с юбкой на эту сторону, чтобы центр держать. Где-то в гостях у кого-то как-то там получалось, где камин стоит, я весь вглядывал, рассматривал, стоял. Всем доброго дня, с вами компания Печной Мир. Сегодня мы приехали на объект к Александру Машкову. Александр приехал к нам из Краснодара, находимся мы сейчас в Иркутске. Саша приехал в тайге, лес вокруг, да? Саша приехал из Краснодара, хотя сам наш земляк... Братск. Да, Братск это сколько, тысяча? 600. 600 километров от Иркутска. Ну и вот хотелось бы показать Сашину работу, как он работает и поговорить, так скажем. Добро пожаловать. Секреты будут. Привет, Саша. Здесь барбекю комплекс, да, получается? Мангал, казан, классика, да, жанра. Ну, беседка позволила столы такие большие сделать, как бы не все такие большие делают. Там дровники будут, капитальные, как бы, чтобы побольше сухих дров всегда было. Дрова должны быть прошлогодние. Вот тут дверки встанут, мойка. Друзья мои, как бы, заказчики, за счет Братска с детства дружим, попросили. Он говорит, Саня, только ты будешь делать мне комплекс. Вот приехал. И я, вроде бы, выбрал время, да, договорились еще в феврале. Ну, а так, получается, комплекс, он выполнен из облицовочного кирпича, правильно? Основная часть, а все устателы, да, решился на пустотелку в Сибири, как бы, ну, ничего. Кладут, ребята, стоит, все грамотно, если сделать. Ну, здесь же сухо будет закрытым, если он будет прикрытым. То есть сейчас еще стадия работы идет, получается, задняя стенка поднимется до труб. До труб, там какие-то мягкие шторы прозрачные будут, да. Электричество. Всегда делаю розетки, да, сразу людям все протягиваю. Там сзади, ну, мы не пойдем, там чуть-чуть у нас техническая зона. А так там щиток распределительный. Прямо все грубо бекают. На него, на баню тут параллельно еще сделали. А занимаешься сам этим, то есть, или кого ты привлекаешь по электрике? Промонтажом сам, подключение дальнейшее уже специализированные там люди делают, которые весь дом делают здесь, как правило, всегда или что. То есть, грубо, вся разводка идет по задней стене? Прямо в швах. А что впрячешь? Прямо в швах прячем. То есть, из той стороны не видно ничего, она такая, только ящик один, да? Ни гофры никакие, ничего, ни это, провод посередине не загорается. Ну, а нагреться тут не будет. Да, все там рассчитано, супер даже, очень запасом. Все делается эргономически, как бы. Вот розеточка, выключатель. Под свет у нас в мангале. Обязательная опция, базовый пакет входит уже. Получается, у нас розетка там. Розетка там. Да, еще тут одна клавиша, подсветка вот этой ниши. Эта ниша такая, тут уже походу придумалось. Стаканы поставить, казанок, чугунок, допустим, какой-то, да, там, ну, такая больше декора, полка. Здесь есть тоже провод, я думал, подсветка будет. Ну, это как фишка, наверное, да, для приготовления. Ну, да, подсмотрено у профессиональных поваров, у мангольеров узбекских, так сказать, под фен, электрический фен. Чтобы разжигать. Самые дешевые волосы сушат которым, да. Да, и угли распаливают без розжигов, обязательно, без всякой химии, да. На вот таком коврике огнеупорном. Да, вот это тоже можно отдельно подснять, аж приблизить. То есть, это из шамота выпиливается, как это можно назвать? Коврик. Такой, коврик. Я его так вижу, да. Ну, и здесь еще хотел бы заметить, что именно сама подовая часть, она отделена от стенок, да, за счет вот как раз шов, демпфер, чтобы он мог сам шевелить. Ну, и на случай ремонтной пригодности, как бы, легче все это, да. Да, то есть, можно полностью убрать, получается, не что там сделать. Надоел коврик, паркет, давай постелим. Вдохновение идет, я, как бы, проекты никогда по проектам не работал. Проекты сам один раз в скетчапе что-то попробовал нарисовать. Но потом, мне интересно как-то работать, не знаю, импровизация, постоянная импровизация, что-то переделки какие-то, я могу увидеть так, а закончится по-другому в итоге, там, с какими-то доработками или пожеланиями заказчика, походу, они соображают. Вот сейчас в Краснодаре делается дверка, на мой мангал я его два года назад делал, закладные оставил, захотели, фасад позволяет, у него прямой просто, по дизайн проекту был, дверку гильотинную вставить. Там нишу вставлял спереди, да, и вот сейчас мастер там ее вставляет эту дверь, она мало того будет здесь на электроприводе. Такие инженерные решения порой тоже бывают спонтанно, и вот из-за того, что спонтанно, как бы тоже недешевое мероприятие, там проект этот удорожание в два раза сразу. Ну, здесь как раз по задней стенке, да, вот мы недавно снимали, что здесь половинок собираешь? Ну, сторожил, да, сторожил, узнато, как бы услышано, увидено, как не воспользоваться, как узнал эту тему, как бы, ну, рука не ложится, у меня это на целый положение не идет. Ну, а так полностью шамот, так же два контура, да, труба на облицовке, труба смещается, из-за этого там не надо никакого зуба. То есть зуб в твоем случае будет как раз в трубе, там уже внутри сверху, переход будет там идти. Ну, то есть он станет на заднюю стенку, задняя, да, подвинется полностью и туда сдвинется. Ну, тут еще два дымохода, здесь же дымоход есть от печи. Ну, вон там также сзади идет, да, отдельно кирпичный. Он с совместительства в один пойдет? Да, в одну. В одну трубу? В камеру перед трубой, так сказать, баралок. Он здесь задвижка поднял, да, отдельно, он тоже про задвижку хотел показать, что делается удлиненная, то есть доваривали, получается. Да, ну, под руку, чтобы было, не стал я наверху ее вставлять. Но достаточное расстояние увожу все время я от этого их, хоть она и флажковая, не поворотная, поворотные, вообще только там ставить. На длинных не... Не рядом с дымоходом не имею, ну, с хайлом. Заклинивая? Ну, стальные прутья. И еще вот хотел тоже момент этих втулок, то есть цель какая, чтобы меньше вкладка отшевелилась? Ну, звук будет гасить, да, шкрябанья вот этого не будет. И в момент вкладки раствор он нигде не забьет, как бы, ну... Но вот именно гофру часто используешь или просто... Нет, то, что ты увидел, да, под рукой трубки металлические тоже использую, но сейчас что-то подвернулось, решил попробовать гофру. Импровизация, она двигатель процесс прогресса, я считаю, поэтому, ну, если делать по шаблонам всегда одинаково, ты встал на месте, как бы, получается. Ну, то есть... А если тебе вот это все устраивает, как бы, ну... Задача будет, ее можно с разных сторон решить, да? А так ты не сможешь, да, либо дольше времени у тебя это займет, у тебя всегда куча вариантов, у тебя все под рукой всегда должно быть, как бы, ну... И оно попадается, бывает, саморез там где-то на лесах стоишь, там не хватило одного что-то закрутить, по сторонам лежит какой-то ржавый. Ну, вот такие ситуации бывают. Ну, а так вообще работаешь один, в основном, или на помощниках? Помощников беру сейчас уже, часто делал один объекты. Как-то облегчить надо больше, чтобы подумать, надо было о творчестве, о печках, мыслей. У тебя на это время больше, чтобы было, надо, чтобы помощник был. Ну, получается, ты приехал один? Ну, вот я приехал, я приехал один, да, кого чего, как бы, ну, не станка толком, нет инструментов, что там лазер там, диски какие-то физичные взял с собой. Ну, есть же друзья, как бы, позвонил Алексею Ткаченко. Спасибо, Лехе, большое за поддержку там, за печному миру, что опубликовали там объявление, пришел Артурчик. Помощник. Убежал он. Хороший мужчина, как бы, вот такой, понятливый, с глазом набитым. Самому не пришлось поправлять. Помогает, полегче стало, да, станок на себя взял. Паша, да, Селиванов, спасибо за станочек, привез отца своего. Ну, вот здесь, да, дружба, как раз по взаимопомощи. Да я всегда, конечно, ребятам помогаю, кто что там, ну, если через Краснодар провести что-то надо там или где-то найти что-то и отправить без проблем там, да, у нас кассы взаимопомощи есть, чаты свои, как бы, ну, такие костики там. То есть если есть какие-то проблемы, обязательно, да, помогаю. Вернемся к комплексу. Здесь по планам будет что, то есть плиточка или... Керамогранит. Керамогранит, да. Ну, да, 60 на метр 20 плиты, чтобы меньше швов было. Тоненькая подрезка сзади пойдет, отсюда цельная плита и швы только через метр двадцать было, получается, на раковине, потом где-то вот тут один, наверное, будет, ну, как-то так, или отсюда цельную бросить. И кусками, кусками подходим, плита поднимается. Плиту уже выровняешь, получается, по факту. Ну, да, да, все границы. Четенько было, шнурочек там простыкается, обязательно. Вот сюда тоже шнурочек вставляется. В дальнейшем же это тоже пыль сажает. Так же остается он, ничего страшного, это рабочие моменты, просто оно все так эстетически выглядит. Они, как мы привыкли, глиной обмазано там и не вытерто еще. Ну, и швы, наверное, будут держать, он сильно расходится, не будет, да, на место будут вставать? Да, он не даст ему расползаться даже, в этом плане он будет его держать. Туда попадает зола, зола эта скапливается, уплотняется, дальше, дальше, больше, она потом, кирпич-то расширяется. А когда ее там столько забилось, куча, она уже работает как раствор. Грубо говоря, у тебя забитый шов. И вон кирпич расширяется и все начинает вот тут вот где-то пузом идти. Ну, и вон также вокруг керамогранита вот такой вот. Можно отрезать и так его оставим, чуть побольше хвостик делаешь и заправляют туда просто и все. Небольшой штрих, а уже смотрится так. Ну, это уже как отделка. А вот этот еще момент с уголком, хотелось бы поближе снять. Здесь же, получается, пропиливаешь, да? Вот этот пипич. То есть, не подвешиваешь. Наставник мой, Эдуард Кайгородцев. Ну, здесь он на одном, а второй тоже поддерживает, да? То есть, этот ближе к середине, ну, не ближе к середине. Ну, сама полоска идет практически по середине. Ну, делишь, как хочешь там, да, как считаешь нужным. Еще по печи хотел поговорить. Сейчас она еще не законченная же, правильно? Ну, пода еще нет. Да, будет печь подовая. Получается, снизу, как мы уже говорили, то есть, песок будет? Ну, вата калиновая, песок, кирпич. Классика старинная. И дверка, наверное, большая, да, чтобы можно было туда... Да, 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 да. Чугунок поставить. Ну, и видимость, да, все-таки казан, дрова кидать там. Ну, видно будет даже так вот, как ты сидишь сейчас. Угу. Есть свои чуть-чуть минусы, да, кланяться приходится. Ну, там только дрова подкинуть, туда особо смотреть, там ничего не надо, как бы, ну, достать противенький. Функциональность просто же охота бывает. Ну, бывают люди, да, когда не тянут казаны, бывают люди, я им лапу поворотную это видели, наверное, не знаю, там показывали вам. Мангале? Да, Александр Прохоров, да, он говорил, что... Он показывал, но вообще вот в этом случае тоже делает варианты. Как она может здесь выглядеть, допустим, она крепится куда-то к стенке? К шамоту креплю, да, на нагеля прикручиваю на длинные просто. Есть капитальные обвязки, ставят люди, как бы, уже готовые. Здесь будет планка. Опять же, тоже про этот вариант Эдик говорил там, как Городцев, вот. Сюда на нагелях съемная, вот здесь она будет за уголок, вот сюда вот, видишь, фаска и уголок. Сюда на пластину его так встала, ты ее как доставишь, так вот заводишь. Здесь у тебя два нагеля, торчат на ней крючки. Просто одевается и все. Не, можно прорези сделать, можно отверстия сделать, дизайн разный можно сделать. За нее тут кованая полоса, там плетеная, резная. Ну и по швам можно полежать. Знаменитые швы. Швы отдал дань братским, братской школе, да, сибирские, залепил такие полторашечки. Были моменты, тут надо было выравнивать, как бы, этот уровень пола, аж в семь с половиной сантиметров. Перепад от того, да? Да, так как кафель уже все здесь, как бы, подиумы какие-то городить там, ну, тоже время ограничено. Решил вытянуть швами, вот вытянул, как бы, вот сейчас. Ну, вместо в общей массе. Ну, они, да, они же могут быть разные швы. Это вот сильно тонкие, это уже можно спрашивать, как бы, тоже, ну, не по ГОСТу, так сказать, не по СНИПу. Шов там 12 миллиметров, ну, это завышенный, конечно, да. Ну, раствор крепкий, у вас цемент, я заметил, кстати. Хорош. Или песок глинистый сильно, это получается, замесы такие лютые, прям, ну, при том же замесе, как и обычно вроде делаешь. Кирпич, ну, я не знаю, специально или нет подбирался такого цвета, серого тоже. Они сами выбирали из того, что было там, как бы, я вот не лез, там рекомендации давал. Потому что массив один такой, так скажем, ну, под один массив попадает. Ну, да, да, они в этом кирпиче же вытаете особо и не это. Не видны будут. Ну, вот еще по фартуку, да, получается, плита будет здесь лежать и такая же. И фартук обязательно, да, потому что, ну, из той же плиты. Протирать тряпками всякими, жир закапает, там, с кирпича гораздо сложнее. Рабочая зона раковина, те же брызги, как бы, мясо там где-то кто-то режет что-то. Но это уже тоже наработанный, так скажем, процесс. Всегда делаешь фартук. Фартук, всем рекомендую, там, ну, все по согласованию с заказчиком, конечно. Здесь я сэкономил, кирпичаем просто, да. Здесь он до сюда, наверное, дойдет, да? Ну, 30, плитка 60, она пополам распилится. Ну, о чем, что будет? Нет, ну, тут выберем, можно будет выбрать, в каком месте ее прекратить. То есть вот столешница будет вот в таком виде. Она и по цвету, да, тоже сера такая? Сера с белыми, да, с темно-серой, светло-серой, там, ну, тема похожа. А пилить будешь сам, болгаркой? Не знаю, все как, что-нибудь, лучше станок, конечно. Болгаркой можно тоже скотчем обклеивать. Ну, к тому, что ровно же... Финишным диском, там, по уровням, по дощечкам, там. То есть получится, что без пола. Или тоненькие вот эти диски специальные? Тоненькие диски специальные, вон на болгарке стоит, вот такой, плетеночка. Вот тут вот будут ручки где-то заканчиваться. То есть вот в районе вот этого мы руками держим. Мы видим не то, что там последний кусок, еще там 20 сантиметров над ним. То есть тут даже высокий человек будет. В смысле, он повыше меня, заказчик. Еще выше могут спокойно стоять. Чтобы это понимание было, что вот такой прорез делается. Соответственно, сюда уголок вкладывается с юбкой на эту сторону, чтобы центр держать. Ну, и в этом случае еще здесь идет уголок. То есть и сюда наступить уже можно? Ну, прям вот на край наступать нежелательно. Я туда, ну, все равно ходишь же там где-то вон. Я по ним схожу спокойно, кирпича кучу ставим. То есть здесь он тоже запилин. Просто видишь, он вот ходит. Ну, уголок играет, да, в золотом плиткой стянется. Мне еще хотелось бы узнать вообще вот по ценовой политике в Краснодаре. Ну, я не знаю, с нашими знакомыми еще нет ценами в Краснодаре. Хорошие мастера везде берут одинаково, но рынки отличаются, да. Есть такое от региона, от потребностей. Краснодар, конечно, в этом плане очень удачный регион. Туда все едут, он растет с бешеными темпами. Все это видят у соседей там, у своих знакомых. Там, я хочу еще лучше, а мне еще больше и там пошло-поехало. Ну, сколько в среднем, допустим, там какая-то фиксированная цена у мастера там с опытом? Ну, 150 тысяч мангал, я думаю, это как бы минимум. Ну, а мангал имеется в виду? Ну, вот просто мангал, допустим, до метра. Ну, а здесь как-то кирпичам считаешь? Ну, от кирпича там, да, уже 150 рублей. 150 рублей кирпичам, да, там. На сколько сезонность есть, допустим, круглогодичная работа? Ябраль, февраль. Сидишь? Ну, не сидишь? Ну, может не быть работы. Шансы посидеть, да, так сказать. Будут у тебя, да. В отпуск? Да, ну вот уже у меня пока тоже вот сейчас затишься. Февраль, март, январь, да. А март, апрель, там уже два заказа есть, как бы даты не определены. У Александра большой опыт работы как раз каменщика с облицовочным кирпичом. Ну, 10 лет, да. Да, 10 лет был каменщиком. Насколько, так скажем, легко зайти было в профессию пищника? Легко, вообще прям. Ну, воодушевление было, да, и мечта всегда была еще каменщиком. Когда учеником становился только, у меня сразу были мысли такие, а дальше что? Ну, по этой специальности, вышка какая там, да, камины делать. Где-то в дом попадал в часы, где-то в гостях у кого-то как-то там получалось, где камин стоит, я весь вглядывал, рассматривал, стоял. Вот. Я тогда просто понимал это, что там огонь горит, и это из кирпича. Я вот в эти моменты туда даже вообще мне мысли не было. А когда еще я понял, что там эта тема есть, со всеми вот этими движениями, физики там и так далее, материалами. Это настолько интересно, прям вообще захватывает. Ну, переучиваться пришлось в чем-то, в шве там, вкладки? Ну, швы, да, осаживать, видишь, меня все равно всплывает, оно нет-нет, из меня лезет. Никуда не денешься, шепот. Так, сейчас мы посмотрим, получается движение, да, дыма, огня. Ну, сейчас она без трубы, добавится, труба будет. Ну, особо не идет, да, так, что-то было, тут ветерок, видишь, гуляет еще в уличных мангалах. Заказчику ни в коем случае нельзя подписываться сразу в разговоре, что у тебя все будет тянуть, там вообще не дымочка, там таких фраз говорить не стоит точно. Ну, это же от идеальных условий, если вся беседка закрыта. Ну да, в какую погоду смотря, да, вот сейчас сквозняк идет, где-то ветер дунул оттуда, он там мимо мельком раз пролетел, он же за собой вытаскивает, давление меняется, все это, ну, как бы неизбежно. Ну, вот оно даже разгоралось, все равно стремление я видел, какое было, как было дыма кверху. Саша, спасибо, что пригласил в гости. Спасибо, что приехали, да, раз в знакомство. Пообщались, ну, мы сколько? За экскурсию, экскурсию, иркутскую, да. Ну, а Саша позвонил, мы встретились, ну, можно сказать, мы сутки двое знакомы. Сегодня мы посетили Александра Машкова на его объекте, поговорили на тему краснодарских работ, так скажем. Кому был полезен, приятно. Да, Саша, спасибо еще раз. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ваш Печной мир. Счастливо.